Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и сегодня в нашем выпуске. Карачаева в Черкесии в текущем году после реконструкции откроется крупнейший в ЮФО завод по убои и переработке баранины Дамате. В нашей республике, как и по всей стране, проверяют готовность школ к новому учебному году с представителями отделов образования, МЧС и Роспотребнадзора. Более тысячи студентов получили свои долгожданные дипломы. В Качугу имени Умара Леева прошел выпускной бал. Пятеркой безопасности в Донбайе состоялось закрытие профильной смены для ребят, стоящих на учете в ПДН. В Карачаево-Черкесии в текущем году после реконструкции откроется крупнейший в ЮФО завод по убои и переработке баранины Дамате. Министр сельского хозяйства республики Анзор Баташи в ходе рабочей встречи с представителями группы компании Дамате в лице заместителей генерального директора по административным вопросам «Кавказмяса» Харуна Гидеева и заместителей генерального директора по экономике и финансам Старопольский фермер Александра Калиничева обсудили ход реализации инвестиционных проектов компании в регионе. Компания Дамате завезла в Карачаево-Черкесию 137 племенных овец для улучшения поголовья в регионах СКФО. Откормочный пункт находится в поселке Ударный Прикубанского района. Для селекционной племенной работы Агрохолдинг выбрал несколько чистопоротных пород овец в зарубежной селекции. Развитие генетической базы – важная часть овцеводческого проекта Дамате. Компания проводит научные исследования в области улучшения генетического потенциала мелкого рогатого скота, применяя лучшие мировые практики и собственный опыт. Напомним, Дамате реализует проект по производству баранины в Карачаево-Черкесии. Он включает племенные, откормочные площадки, мясоперерабатывающий завод и сервисную компанию. Проект в активной стадии реализации. Цель программы – двукратное увеличение объемов производства овец за 10 лет и существенное повышение занятости сельских жителей и социально-экономическое развитие сельских территорий. На заседании круглого стола регионального отделения Общероссийского народного фронта обсудили итоги благоустройства товарных территорий 2021 года. Руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта в Карачаево-Черкесии Людмила Капушева отметила, что качество работ во многих дворах республиканской столицы оставляет желать лучшего. Среди причин эксперты ОНФ назвали привлечение к работам разных подрядчиков, что в свою очередь повлекло несогласованность действий как и строительных организаций, так и коммунальных служб. В данный момент идут работы по исправлению несоответствий. Представители муниципалитета заверили, что до 31 октября подрядчики исправят все недочеты по гарантийным обязательствам. В Карачаево-Черкесии стартовала приемка учреждений образований к новому учебному году. Перед новым учебным годом все образовательные организации проходят проверку готовности для ведения качественного обучения дошколят и школьников. 18-я гимназия Черкеска одна из первых прошла проверку, которую осуществляют МЧС, Росгвардия, Роспотребнадзор. Специальная комиссия проверяет состояние пищеблоков, спортзалов, кабинетов. Особое внимание уделено вопросам безопасности. В каждом учреждении имеется тревожная кнопка. Руководитель гимназии говорит, что важно, чтобы ребята пришли в комфортные кабинеты, где было бы им приятно и безопасно находиться и обучаться. Постарались все привести в соответствующий вид для того, чтобы принимать детей в сентябре и особенно наших первоклассников. Если говорить об этом учебном годе, то немножечко было у нас больше детей, потому что у нас две школы располагались в здании одной школы. Но тем не менее мы постарались порядок поддерживать, потому что в основном мы хозяева здесь, поэтому наш вид, наша школа – это наше лицо. Вы прекрасно видите, какая у нас красивая территория, все это наши усилия, все это наши старания, поэтому постарались быть достойными. 18 школ у нас, мы сегодня-завтра будем смотреть с комиссией. И конкретно эта гимназия готова, да. Есть небольшие замечания у членов комиссии, но они такие незначительные, они быстро исправимы. Вчера-позавчера мы посмотрели дошкольные учреждения, также и на сегодняшний день полностью готовы к учебному году. МЧС информирует, что с 21 по 24 июля в Карачаево-Черкесии ожидается дождь с градом. Ветер до 23 метров в секунду. На реках подъем уровня воды сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах сильный и град, ночью и утром туман. Ветер северо-западный 6-11, температура ночью 10-15, в горах до плюс 9, а днем 21-26 градусов тепла. И местами до плюс 19. В Черкесии кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 6-11, температура ночью 13-15, днем 23-25 градусов тепла. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-9000. Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете. Работаю с настоящими учеными. Заканчиваю школу нового типа в ИСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. Хочу стать студентом. Прием в школу нового типа в самом разгаре. В Качагу имени Умара Лива прошел выпускной бал. В этом году более тысячи студентов получили свои дипломы. Стоит отметить, что второй год большинство выпускников вуза становятся инициаторами акции «Мантия добра». В качестве гуманитарной помощи средства от покупки мантии и шапочек они направляют беженцам из Донецкой и Луганской республик. Главное торжество проходило в стенах вуза и на площади имени Героя России Канамата Баташева. На мероприятие побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. С самого утра территория вуза наполнена праздничной атмосферой. Со словами напутствий и поздравлений к новоиспеченным специалистам выступили директора институтов, деканы факультетов. Основная часть праздника проходила на главной площади Карачаевска, где лучшие выпускники получили свои дипломы с отличием. Заместитель мэра Карачаевского городского округа Азрет Караев поздравил всех виновников торжества и подчеркнул, что студент является активной составляющей населения города. Более 1200 выпускников в этом году и более половины из них это очники. Это очень радует и мы хотели бы, чтобы и в дальнейшем в наш университет, в наши, скажем так, высшие заведения этого города поступало большое количество, большее количество студентов. Это оживляет город. Наш город поистине является не только красивым и горным, он является на самом деле самым горным и самым студенческим. В свою очередь, директор Качагуута Султан Уздена вручил дипломы с отличием лучшим выпускникам вуза. Он также отметил, что несмотря на сложный период пандемии, мы сплоченно преодолели все трудности и смогли дойти до финишной прямой. Те навыки, компетенции, то, о чем я говорил, душевное добро, которое у вас есть, которое вы получили здесь, я уверен, вы и дальше понесете. Дальше понесете твердой поступью с отвагой в сердце, с добровой души. Не бойтесь, идите вперед. Не бойтесь перемен. Меняйтесь сами, меняйте мир. Давайте сделаем наш мир лучше, красивее. И мы, Карачаевский государственный университет, будем гордиться вами. Качагуу навсегда останется в наших сердцах, отмечали выпускники. И каждый из нас, покидая наш родной вуз, будет стараться достойно представлять его на различных уровнях профессиональной деятельности, уверяют виновники торжества. Этот выпускной – это то, чего я ждал все четыре года, но когда этот день настал, я очень-очень грущу, потому что не хочу покидать наш университет. Сегодня вы видите, как наш всеми любимый университет организовал для нас выпускной. На этот выпускной приглашены множество гостей, и мы очень рады, что нашему выпускному уделяют столько внимания. Могу сказать, что это мой второй дом, если не первый. Изначально я вообще не собиралась сюда поступать, но меня заставили родители, и я им за это очень благодарна, потому что я нашла себя, и мне нравится работать со студентами. И в дальнейшем я планирую поступить в магистратуру к себе же в университет. С самого первого курса у меня оставались всегда только положительные впечатления и эмоции об этом в вузе. Когда я поступала сюда, началась стажировка в Чешский западный университет. Благодаря нашему ректору мы смогли попасть туда. После того, как я окончила бакалавр, не было сомнений, куда поступать в магистратуру, поэтому выбор был очевиден. Я осталась в родном вузе. После официальной части для выпускников был организован концерт с участием известных артистов республики. Особым сюрпризом для ребят стал приезд звезды топ-чартов поп-кумира молодежи Джанага. По завершению концерта в честь выпускников «Ночное небо» озарил фейерверк своими яркими огнями, тем самым желая ребятам ярких жизненных моментов в их дальнейшей жизни. Али Халипшоков, Аслан Гирюгов, Беломежаево, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В Донбайе на базе детского озаривительного лагеря «Гранд Виктория» прошло закрытие профильной смены для ребят, стоящих на учете ФПДН. В рамках данного мероприятия сотрудники МВД Карачаева-Черкесии присоединились к всероссийской акции «Пятерка безопасности». Для детей был проведен увлекательный урок безопасности. Подробности в нашем репортаже. В течение нескольких дней для несовершеннолетних были организованы досуговые мероприятия. А сегодня же закрытие профильной смены под названием «Выбор за тобой 2022» для 60 детей, состоящих на профилактическом учете в ФПДН. Основные цели профильной смены – организация отдыха, оздоровления и военно-патриотическое воспитание детей. «Я отдохнула очень хорошо, мне понравилось. Мы ходили в походы на Алибек, на Русскую поляну. И мне очень понравилось. Сегодня нам рассказывали о том, что нельзя раскатывать пароли мошенникам. То есть они могут пробраться в свой аккаунт, взломать». «Мы ходили на Алибек, на водопад, на Аманаус ходили. Было очень красиво. Пейзаж очень был красивый. Мы ходили на МЧС, нам объясняли, там тоже мы смотрели машины, фотографировались. Потом ходили на вертолетную площадку, нам тоже объясняли вертолет, мы смотрели, фотографировались». В рамках профильной смены представители Управления общественных связей МВД по Карачаево-Черкесии присоединились к всероссийской акции «Пятерка безопасности». Для несовершеннолетних был проведен урок безопасности в игровой форуме, где дети получили важные знания по безопасному поведению при нахождении на улице. «Урок придуман специально для того, чтобы дети знали и могли применить правила личной безопасности. Игровая методика подачи материала особенно эффективна и помогает прочнее запомнить информацию. Сегодня мы провели урок в профильной смене в рамках всероссийской акции «Каникулы с общественным советом». Подобные мероприятия ежегодно проводятся на протяжении всех летних каникул. Для нас очень важно, чтобы дети не просто отдохнули, а познакомились с работой различных ведомств и узнали много интересного о курорте Домбай, отмечают представители подразделения по делам несовершеннолетних МВД. Это мероприятие прошло с большой пользой для детей, потому что к нам сюда приезжали из различных служб и ведомств, таких как экспертно-криминалистическая служба, уголовный розыск, Министерство труда и социального развития, ну и много других служб, которые рассказали детям, как нужно им себя вести в тех или иных ситуациях. В общем, провели очень много профилактических мероприятий. В завершении мероприятия самые активные ребята были отмечены почетными грамотами МВД по республике. Алихалип Шоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Домбай. Это все вести на сегодня, а прямо сейчас смотрите «Вечер с Владимиром Соловьевым». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!